Братья и сестры, я вас всех приветствую. Вы, наверное, замечаете, что в нашем репертуаре есть не только радостные песни, но есть и грустные песни, которые только сейчас мы пропели, песни, в которых есть слова «Как тяжело мне было в этой битве». Я не знаю, как-то тяжело мы распевались с этой песней, но все-таки, согласитесь, ее очень приятно петь. Она как-то по сердцу. Почему же мы с вами, верующие люди, спасенные, почему же нам иногда нужно или даже хочется попеть какие-то грустные минорные песни? Удивительно, интересно, в Библии есть целая книга, которая называется «Плач». Плач Иеремий. И когда верующие люди плачут, это нисколько не говорит о том, что они недуховные люди. Напротив, мне кажется, вот эта настоящая глубокая духовность человека, она обязательно подразумевает вот какой-то плач. Плач об этом мире, плач о себе, плач о своих грехах. Помните, как, может быть, в Салмах, когда Давид посмотрел на себя, говорит, Господи, сколько же беззаконий во мне. Они говорят, как волосы на моей голове. То есть, ну, это нисколько, нисколько не уменьшает нашу с вами духовность, а напротив, мне кажется, показывает вот такое вот правильное понимание мира. Ну, вот совсем недавно я говорил о таком желании вместе с вами изучить одну из тем священного Писания, темы об освящении верующего человека. Ну, вот сегодня день вечери Господний. И вот уместно будет отметить один из библейских отрывков, один из отрывков Библии. Ну, вот в этом отрывке вот мы с вами не встретим слово «освящение» или мы с вами не встретим слово «святость». Вот однако, мне кажется, мы получим ответ на один вопрос, который помогает правильно понять, что такое освящение. А вот оказывается, для нас с вами, вы знаете, вот правильно понимать – это ведь все-таки основа всего. Вот правильно понимать для верующего человека – это основа всего. Ну, почему? А потому что новый образ жизни, к которому мы с вами стремимся, к которому ведет нас с вами Господь, он не возникает технически. И нам так сильно нужно именно вот формирование нашего мышления. То есть это и делает для нас с вами Священное Писание, послание апостолов. Ну, вот мы будем с вами читать из послания Галатам 2 глава 20 стих. Пока вы вспоминаете этот стих, я уверен, многие знают его наизусть. Может быть, пока вы смотрите, я задам и попытаюсь сразу ответить на вот вопрос. Итак, вот если говорить об освящении человека, об освящении верующего человека, что делает Бог для того, чтобы привести человека к подобию Иисусу Христу? Вот еще раз повторю вопрос. Что делает Бог для того, чтобы привести человека к подобию Иисусу Христу? Для Бога это тоже важная цель. То есть вот то, что Он хочет от нас. Он хочет от нас, чтобы Его дети были сильно похожи на Его возлюбленного Сына. Что же делает Бог, чтобы привести нас с вами к подобию Иисусу Христу? И даю короткий ответ на этот вопрос. Благодать Божья преображает нас с вами через наш союз и общение с Иисусом Христом. Благодать Божья преображает нас с вами через наш союз и общение с Иисусом Христом. А теперь библейский текст. Хорошо? Хорошо? 20 стих. И уже не я живу, послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божья, возлюбившего меня и предавшего за меня. Вы знаете, вот в нашей с вами, в Труской Библии, очень-очень важно вот этот библейский стих прочитать правильно. Вот если вы знаете его наизусть, да, вот как вы начинаете этот стих, вы начинаете именно с этих слов, да, и уже не я живу. Ну, посмотрите, вот на экране он даже стоит с большей буквы. Да, вы знаете, вот если мы заучим только 20 стих, самое главное мы упустили. То есть самое главное останется утраченным. Нам нужно посмотреть 19 стих, и мы с вами прочитаем предложение, откуда начинаются мысли апостола Павла. Конец 19 стиха. И уже не я живу. И вот только потом мы с вами можем продолжить 20 стих. Простите, я сураспялся Христу. И только потом мы с вами можем продолжить 20 стих. И уже не я живу. И так я сураспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу во плоти, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божья, возлюбившего меня и предавшего за меня. В общем, о чем библейский текст. Посмотрите, насколько интересны рассуждения, мысли, познания апостола. И так он подчеркивает, что для христианина в его жизни есть ресурсы. Есть какая-то сила. И он подчеркивает, обращает внимание читателей нас с вами, что ресурсы нашей с вами христианской жизни, вот оказывается, они находятся не в нас самих. Павел говорит, что ресурсы нашей с вами христианской жизни, сила, она находится в Иисусе Христе. И вот наш с вами вопрос, как тогда же происходит освящение верующего человека? Наше освящение происходит только в союзе с Иисусом Христом и никак не отдельно от Него. И вот мне кажется, это главная мысль апостола Павла. Я сораспялся Христу. Кроме того, вот еще одна очень важная деталь, интересная деталь. Освящение осуществляется, Павел говорит, именно в теле человека. То есть Писание говорит, что ныне живу во плоти. Вот когда мы говорим о теле человека, очень важно понимать, я думаю, стоит отметить, что вот Евангелие никогда, никогда Евангелие не делает акцент только на теле человека. С другой стороны, Евангелие никогда не преуменьшает важность тела человека. Другими словами, Евангелие, вот которое мы с вами читаем, принимаем, оно изменяет образ жизни, который мы с вами живем в теле. Евангелие, которое мы принимаем, понимаем, ценим, оно меняет образ жизни, которым человек живет в своей теле. Итак, два коротких предложения. Вот буквально несколько слов, в которых, между прочим, вот опять Евангелие, оно звучит очень запоминающимся образом. Очень-очень легко заметить то, о чем говорит апостол Павел, и запомнить. Вот я попробую это вот вместе с вами пройти. Использование всего нескольких предлогов, оно вводит нас с вами в суть учения апостола. Ну, предлоги, я напомню, это служебные слова, которые показывают связь главного и второстепенного. Мы отметим четыре предлога, хорошо? Вот посмотрите, пожалуйста, пусть вот библейский текст перед вами. Итак, первый предлог. Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. Первый предлог. Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. Второй предлог, следующий предлог. Что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божья. Живу верою в Сына Божья. Третий предлог. Я сураспялся Христу. Ну, или мы можем с вами по-другому прочитать. Я распят со Христом. И последний, четвертый предлог. Христос живет во мне. Итак, за меня в Сына Божья со Христом и во мне. Ну, вот четыре предлога, вокруг которых мы с вами попробуем построить наше с вами обсуждение. Первый предлог. Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. Ну, посмотрите, как апостол Павел говорит о Божьем Сыне. И так он показывает, вот рассказывает о Божьем Сыне другим людям, как? Он показывает Иисуса Христа, как возлюбившего меня. Это очень интересно. Возлюбивший меня. Вот попробуйте послушать. Попробуйте вот, ну, как-то встать на место апостола Павла. Почему он так говорит? А как вам кажется, есть ли в Новом Завете хотя бы еще один автор, который говорит о том, что Христос меня любит? Апостол Иоанн. Помните, он пишет в своей Евангелии, говорит, ученик, которого любит Иисус. Ученик, которого любил Иисус. Два автора у нас есть в Новом Завете, которые вот так вот конкретно, ясно говорят, Иисус Христос меня любит. Но почему здесь апостол Павел говорит о Божьей любви? Вот я предлагаю немножко поразмышлять. И попробуем ответить на следующий вопрос. Как возможно измерить любовь? Если вот Павел говорит о любви Сына Божьего, да, и вот мы заметим с вами, для него это очень величественно. То есть вот как вообще можно измерить любовь другого человека, особенно как можно измерить любовь Господа? Вот несколько намеков на то, как можно понять любовь. Первое. Любовь измеряется величием того, кто любит. Любовь измеряется величием того, кто любит. Ну, позвольте вот напомнить вам такую вот простую-простую иллюстрацию, вы можете с детства вспомнить, пожалуйста, Золушку, хорошо? Кстати, вы помните, почему Золушка? Потому что она испачкана Золою. Золушка, потому что она была испачкана Золою. Хорошо? И посмотрите, принц полюбил не девушку, не просто девушку, а принц полюбил простую девушку. То есть, как измеряется величие любви? Принц полюбил простую девушку. Далее, в этом же контексте можно продолжить. Любовь измеряется достоинством того, кто любит. Опять, принц полюбил простую девушку, и вот большего достоинства для девушки нет, чтобы ее полюбил принц. То есть большего быть не может. Посмотрите, вот что так сильно удивляет апостола Павла. Это Сын Божий возлюбил меня. Сын Божий возлюбил меня. Затем мы с вами измеряем любовь, конечно, и расстоянием каким-то или разницей между тем, кто любит и тем, кого любят. Ну, если бы принц полюбил принцессу из другого девятого царства, тридесятого государства, то было бы все нормально, да? Но все-таки принц полюбил Золушку. А Золушка – это простая девушка, она бедная девушка. Вот что делает любовь принца величественной. Это то, что Павел понял. Сын Божий, он теперь говорит, возлюбил меня. А вот не нужно путать, знаете, братья и сестры, конечно, пишет нам послание апостол Павел, а говорит он о Савле. И вот этих двух людей мы не можем с вами спутать, да? То есть Господь полюбил не Павла, не того Павла, который всю жизнь посвятил для него, да? Который все страны объездил, который очень много пострадал за него. А вот этот Сын Божий возлюбил Савла, у которого на руках была кровь, кровь верующих христиан. Вот что сильно удивляет апостола Павла. Итак, как можно узнать, что Христос любит нас с вами? Знаете, вот так вот подозреваю, что многие христиане подсознательно отвечают. Вот как узнать, что Христос любит меня? Ну, мы можем сказать, что в моей жизни дела идут хорошо. И это признаки того, что Господь любит меня. А как обстоит дело вот с тем, когда дела не ладятся? Знаете, вот именно поэтому Библия, Священное Писание никогда не говорит нам верить в то, что Иисус любит нас только потому, что дела идут хорошо. Библия так не говорит. Библия не говорит верить в Иисуса Христа только потому, что дела идут хорошо. Вы знаете, Библия говорит нам верить в Иисуса Христа, знать, что Он любит нас. Вы знаете, почему? Потому что Он отдал Себя за нас. Вот в чем любовь Господа. Вот в чем любовь Иисуса Христа. Вы знаете, вот, конечно, говоря о нашей с вами жизни, нам очень хочется, чтобы все в жизни было хорошо и гладко. Однако, не всегда такое бывает. И почему? Потому что нам с вами очень трудно прочитать проведение Бога. Вот мы с вами не Бог, а мы не знаем, что Бог делает в нашей жизни. Мы видим всего часть картины, часть того, что происходит. Итак, где нам нужно искать любовь Бога? Мы должны посмотреть туда, где Он отдал Себя за нас с вами. Ну, вспомните конец 8 главы, послание к Риллинам, где апостол Павел очень ярко пишет и говорит, что вот корень уверенности верующего человека. Итак, в чем, где вот якорь, простите, уверенности верующего человека? Павел говорит, Бог Сына Своего не пощадил. Вот Его рассуждение. Как с Ним не даруют нам и всего? То есть, где наш с вами якорь уверенности? Вот наш якорь уверенности. Бог не пощадил Сына Своего. И поэтому Он сам, с Ним Он дарует нам остальное все. Итак, почему мы соединены со Христом? Только потому, что Христос возобил нас. Второй предлог. А что живу ныне во плоти, то живу верою в Сына Божия. Верою в Сына Божия. То есть, Писание продолжает говорить об инструментах, об инструментах или средствах, с помощью которых мы соединены с Иисусом Христом. То есть, это уже живой союз верующего человека с Иисусом Христом через веру. Вот немножко низкомысли о вере человека. Ну вот, мне кажется, очень сложно ответить вообще на вопрос, что такое вера. Мы можем, конечно, вспомнить послание к евреям, да, 11 главу. Однако, вот так вот объяснить, что такое вера, это не всегда легко. Мне кажется, очень сложно. Ну вот, я попробую еще один такой намек, оттенок или, может быть, ударение. В Сыщенном Писании вера человека очень часто означает ответ или реакцию на призыв Иисуса Христа. И напомню, вот один простой-простой призыв Господа. Ну, пожалуйста, вспомните призыв Иисуса Христа. «Придите ко мне». Хорошо? А теперь вспомните, кого призывает Господь? Труждающихся и обремененных. А для чего призывает Господь? Чтобы их успокоить. Итак, призыв Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Итак, вера – это реакция на призыв Господа Иисуса Христа. Получается, что у человека есть бремя. У человека есть бремя греха, бремя вины, бремя всех моих недостатков, всех моих поступков, которые я уже успел совершить, которые не дают мне покоя. То есть у меня есть это бремя. Так в чем же вера? Оказывается, вера в том, чтобы все это передать Иисусу Христу. Он поэтому призывает нас с вами. Вера в том, чтобы передать все это Иисусу Христу, для того, чтобы получить Его милостивое прощение и Его сил. Между прочим, это язык Ветхого Завета. Вот если говорить о вере языком Ветхого Завета, это именно язык Ветхого Завета. Вы знаете, возложить или переложить тяжесть или бремя. Помните слова, часто встречаются в псалмах, «Господу путь свой что сделай? Передай! Передай Господу путь твой». Вот вера, это наша с вами вера. Переложить, передать нашу тяжесть Господу Иисусу Христу. Передать от себя к Иисусу Христу, потому что мы признаем, не смогу я нести этот тяжелый груз своего греха, а Христос сможет нести. Христос сможет нести тяжесть любого греха. Мы доверяем Ему. Почему? Потому что Его сильные, добрые руки, даже на кресте, они были распахнуты для всех людей. А ну, между прочим, есть очень интересный библейский текст, который вот очень-очень наглядно показывает, что происходит с нашими грехами. Это апостол Петр, 1-е послание, 2-я глава, 24-й стих. «Он грехи наши сам вознес на древо, чтобы мы с вами, избавившись от грехов, жили для правды». Что происходит тогда, когда мы передаем грехи наши Иисусу Христу? Возносит их на крест. То есть, передая грехи свои, передая тяжесть бремени своего Иисусу Христу, Он сможет понести это бремя. Вот тогда, получается, вот ответ должен быть особенным. То есть, есть призыв Христа. Вот каким может быть характер нашего ответа Ему? Это вот ответ наш с вами «Я верю в Него» или «Я живу теперь верой в Него». Знаете, вот иногда верующие христиане, опять объясняя веру, показывают ее как смесь трех измерений. Первое измерение веры – это знание. То есть, что очень важно и нужно для веры? Для веры всегда нужны знания. Потому что, ну, невозможно верить в то, чего ты не знаешь. Ну, вот, между прочим, когда мы говорим, вот опять, о верующем человеке, о вере, вера – это всегда шаг к свету. Это не шаг во тьму. Это шаг к свету. Это всегда просветление. Это всегда просвещение. То есть, истинные знания. Знания истины, они просвещают человека, несут свет в жизнь человека, но никак ни тьму несут в жизнь его. Следующее измерение веры – это согласие. Потому что невозможно верить в то, что отвергает наш с вами ум. И последнее измерение веры – это, конечно, уже доверие, когда мы вверяем себя и свой жизненный путь Иисусу Христу и получаем покой, покой в нем для нашего с вами спасения. Однако обратите внимание, что говорит апостол Павел. Павел говорит, я живу верой в Сына Божьего. Прошу вас, обратите внимание. На самом деле, он не говорит, я живу верой. То есть, вот апостолу Павлу такое сказать было бы неправильно. Он не говорит, меня поддерживает моя вера. Павел говорит, я живу верою в Сына Божья. То есть, меня поддерживает не моя вера, а объект моей веры. Я думаю, вы поймете, что разница большая. Меня поддерживает объект моей веры. И когда я таким образом соединяюсь с Ним, все, что Он сделал, оно становится моим. Следующий предлог, мне кажется, это вот самый сложный из этих четырех. Это вот слова апостола Павла. Я сураспялся Христу или я распят со Христом. Я распят со Христом. Ну и так, что делает Бог для того, чтобы привести человека к подобию Иисусу Христу? Вот этот вот короткий ответ, который уже сказал я о благодать Божья, преображает нас с вами через наш союз и общение с Иисусом Христом. А вот теперь апостол Павел подчеркивает, что когда мы с вами уповаем на того, когда мы верим в того, который был распят за нас с вами, вот оказывается, мы с вами в каком-то смысле участвуем в его распятии. «Я распят со Христом». В каком-то смысле каждый верующий человек участвует в распятии Иисуса Христа. Нет, Павел не имеет в виду, что мы с вами умерли физически. А скорее всего, соединяясь с Иисусом Христом, вы знаете, вот все последствия его распятия за нас с вами, они становятся нашими. То есть, все, что было обретено Христом в распятии, оно становится нашим. Ну, что это значит? Опять приведу небольшой вот такой вот намек, небольшой акцент. Те, кто соединяются с Иисусом Христом, они испытывают новый способ вот быть человеком. Это действительно вот по-настоящему новый способ быть человеком. То есть, фактически, уверовавший человек умирает для своего старого «я». Верующий человек умирает для своего старого «я». Это удивительно, это величественно. Он умирает для греховного образа жизни. Ну, вы знаете, что получается? Получается, что вот по рождению, вот каждый человек, он входит в семью Адама. То есть, по рождению все люди принадлежат к семье Адама. А вот когда мы соединяемся с Иисусом Христом, ну, простите за такой язык, но это язык Священного Писания, мы умираем для одной семьи и рождаемся для другой. То есть, мы умираем для семьи Адама и рождаемся для вот этой новой семьи Божьих детей. Ну, вот это то, что Писание говорит, знаете, как «ветхий наш человек был распят с ним». Это слова апостола Павла. То есть, что это значит «ветхий наш человек был распят с ним»? Это значит то, что мы с вами родились в семью Адама. То есть, через нашу веру вот мы умираем для этой семьи. Человек, которым я был в Адаме, человек, которым вы когда-то были в Адаме, он уже распят с Иисусом Христом. И вместе вот с этим умирает старый порядок моей жизни. То есть, вот почему у нас есть, вы знаете, эта граница нашей с вами жизни. Есть до обращения и после обращения. И вот эта граница – это смерть. Смерть для одного и жизнь для другого. «Итак, я был распят с Иисусом Христом». Однако, вот Священное Писание очень ясно, очень ярко, красиво говорит о том, что распятый Христос, с которым я соединен, он ведь является и воскресшим Господом. Не так ли? То есть, мы с вами не только умираем для старого порядка нашей с вами жизни. То есть, мы соединены с ним не только в его распятии, но и в его воскресенье. И точно так, вот когда воскресает Христос, все последствия воскресения, они становятся моими, моим достоянием, даже если они еще не полностью проработаны. То есть, у нас нет с вами святости в жизни, она еще не полностью проработана, но Священное Писание нас уже называет святым. Хорошо? «Итак, я распят со Христом». Ну, фактически, апостол Павел не говорит о том, что он сделал когда-то сам. Я думаю, это очень важно, интересно понять. То есть, я распялся Христом или я распят со Христом. Павел не говорит о том, что вот когда-то в моей жизни я распялся со Христом. Вы знаете, Павел скорее говорит о том, что было сделано для него. То есть, то, что сделано для него, не то, что сделал он, не то, что сделаю я или вы, а то, что уже сделано для нас с вами. И вот я отмечу это, братья и сестры, распятие со Христом – это совсем не то, что вы должны почувствовать. Распятие со Христом – это совсем не то, что вы должны почувствовать. – это то, о чем мы с вами должны знать. Распятие со Христом – это то, о чем мы с вами должны знать. Ну вот я напоминаю, братья и сестры, важность правильного понимания истины Господней. Вы знаете, вот что получается, приду такой простой пример. Вот Священное Писание, оно настраивает наше с вами зрение. Ну вот у кого есть очки или, быть может, контактные линзы, ведь когда вам подбирают эти очки или линзы, вы проходите там целое испытание, да? И вот этот врач, он подбирает одну линзу, вторую линзу, третью линзу, да? И вот вы говорите, все, вот сейчас вижу хорошо. И вот на основании всех этих линз, да, он прописывает вам очки там или дает вам рецепт, да, друзья? Братья и сестры, Священное Писание настраивает наше с вами зрение. Священное Писание, ну простите, оно дает нам очки. И оно говорит, носи эти очки всегда, никогда их не снимай. Снимешь очки Библии, мир увидишь неправильно. Все будет искажено, все будет не так, как надо. Посмотрите, Священное Писание настраивает наше с вами зрение. То есть носите очки, чтобы видеть себя ясно, знать о себе правильно, знать об этом мире правильно, то есть распознать нашу новую природу во Христе. Если мы распяты вместе с Ним, мы умерли для старого порядка нашей жизни, который прежде доминировал в нашей с вами жизни, то есть мы с вами, я распят со Христом. Братья и сестры, мы с вами учимся смотреть на себя через призму Евангелия. То есть что мы должны говорить о себе? Я христианин, да, я христианин, братья и сестры, но еще очень важно сказать о себе, я распят со Христом. Итак, это очки, которые, не дай Бог, чтобы мы когда-то с вами сняли, чтобы они всегда были наши с вами. Знаете, почему это важно? Почему вот нужны эти очки, да? Вот почему нужно, наверное, с вами, вот мы с вами стремимся к тому, чтобы менялась наша жизнь, Господь к этому стремится, но вот наша жизнь меняется только тогда, когда обновляется наш с вами разум. Вот обновляется разум, меняется жизнь. Обновляется разум, меняется жизнь. То есть знание того, что мы умерли для старого порядка жизни, порядка жизни, где мы когда-то были пленниками, и с другой стороны, знание того, кто мы теперь в Иисусе Христе, это то, что формирует наш с вами новый образ жизни. То есть для нас это очень-очень нужно, хотя кажется просто теорией. Хотя кажется просто теорией. Итак, распятие происходит с верующим. Ничего нам не нужно делать, чтобы это осуществить. Не нужно это почувствовать. Скорее всего, Павел предлагает просто нам с вами признать. Признайте, что вы распяты с Иисусом Христом. Признайтесь то, кем вы уже являетесь в Иисусе Христе. То есть это заявление о том, что случилось с нами в прошлом. Тогда, когда мы соединились с Господом Иисусом Христом. Итак, кто мы с вами? Мы распяты с Иисусом Христом. Ну и очень интересно, опять, казалось бы, распяты, да? Можно сказать, умер, а Павел не говорит, я умер. Распят, но не умер. Посмотрите, как интересно пишет. Христос живет во мне. Христос живет во мне. Ну вот эти вот предлоги, на которые обращаю ваше внимание. Христос отдал себя за нас. Мы живем верой в Него. И мы это те, кто распят со Христом. И теперь еще одно измерение нашей с вами христианской жизни. Оказывается, Христос еще и приходит для того, чтобы обитать в верующем человеке. Жить нас через Духа Святого. И мы с вами тоже, вот опять, берем эти очки и говорим, Христос живет во мне. Христос живет во мне. Это учение Нового Завета, учение о пребывании Иисуса Христа верующим. Я напомню некоторые библейские тексты. Христос говорил об этом своим ученикам. Прибудьте во мне, и я в вас. Прибудьте во мне, и я в вас. Он говорит, вот ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы в ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете ничего делать. И потом, когда он молился, вот опять в Евангелии у Теана, 17 глава, вот слова его молитвы, я в них, и ты во мне. У него было большое-большое желание. Я открыл им имя твое, открою любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. То есть Христос не один раз подчеркивал это. Я в них, я в них, я в них. Ну, братья и сестры, попытайтесь осознать. Ну, хотя бы, может быть, один процент от того, что это значит. Хотя бы один процент от того, осознать величие того, что это значит. Вообще, мы, как христиане, знаете, часто живем намного ниже уровня наших с вами привилегий. То есть, если в нас с вами обитает, вот такое старорусское слово, обитает, живет, да, Иисус Христос, почему мы иногда живем, как духовно нищие люди? В том, что живет во мне Христос, вот должна быть какая-то динамика. Вы знаете, должна быть какая-то динамика. Ну, в первую очередь, конечно, благодарность, не только это, но вот несколько таких простых банальных примеров, и мы с вами уже закончим. И так Христос живет во мне, да, то есть, вот теперь вот мне кажется, вот всю жизнь это нужно попытаться оценить. Попытаться оценить вот величие того, что Господь славы, Иисус Христос живет во мне. То есть, мне кажется, жизни на это не хватит. Ну, а теперь вот немножко такие, может быть, более жизненные, да, вот банальные вещи. Вы согласитесь, наверное, да, с тем, что мы становимся похожими на людей, с которыми живем. Банально Иисус, не так ли? Мы становимся похожими на людей, с которыми живем. Ну, самый простой пример – муж и жена. Так обстоит дело с супружескими парами, то есть, во многих отношениях, часто, весьма обыденных отношениях, очень простых отношениях, муж и жена кажутся зеркальным отражением друг друга. Мысли, слова, даже иногда выражения лица отражают друг друга. Почему? Потому что есть близость жизни, потому что есть любовь, которая побуждает их. Ну, или не то, что побуждает, а знаете, она формирует атмосферу. И все это рождается, мысли, действия и реагирует как одно целое. Вы знаете, можно сказать подобное о глубине и близости нашего союза с Господом Иисусом Христом. Мы становимся с Ним единым целым. Он живет в нас. Ну, только опять подумайте об этом. Я, вы – это тот, в ком пришел обитать Господь Иисус Христос. Я думаю, вот жизни не хватит, чтобы это истинно как-то проникло в каждый элемент нашей с вами жизни. Однако это не произойдет, опять, если мы с вами начнем осознавать реальность нашего союза, то, что мы соединены с Иисусом Христом. Ну, простой пример, опять очень банальный, и мы с вами закончим. Вы знаете, я вот слушал одного проповедника, он не американец, он из Европы приехал в Америку. И вот он рассказывает, делился своими впечатлениями, когда он только приехал в Америку. Он говорит, ну, обычно начинают знакомиться, да. И, ну, вот у американцев, вы знаете, вот американцам всегда кажется, что вот во всем мире живут так, как живут в Америке. Да, не всегда это так, да. То есть, вот он приехал с Европы, его начинают спрашивать о жизни семейной. Он говорит, я ничего не понимаю. Вот один из вопросов, который он не мог понять, да. Вот его спрашивают, у тебя есть жена, да, у меня есть жена, у вас есть дети, да, у нас есть дети. Ну, хорошо, вот со своей женой, что вы любите делать вместе? Он говорит, я не понял. Простите, почему мы должны с женой что-то делать вместе? А разве быть вместе этого недостаточно? Понимаете разницу, братья и сестры? То есть, мы хотим, да, вот, ну, как-то, может, ну, простите, вот, культура у нас такая, да, вот, всегда что-то делать, да. А вот есть люди, которые немножко по-другому на то же самое могут посмотреть, но это немножко глубже. То есть, не нужно ничего делать. Даже если мы ничего не делаем, мы ведь вместе. Братья и сестры, с Господом Иисусом Христом точно так. Братья и сестры, мы вместе с Ним. Пусть Бог благословит нас с вами, осознать и понять величие этой истины. Аминь.